Всем привет! С вами Муза Рукоделия. В преддверии праздника Хэллоуин я вдохновилась на новую куклу, и это будет дочка Пеннивайза. Конечно же, у Пеннивайза не было никакой дочки, но что нам мешает пофантазировать, я надеюсь, что вам понравится, оставайтесь со мной. ОАГ будет выполнен на основе куклы-подделки Кладин Вульф из серии Буйорк-Буйорк. Ссылочку на обзор я оставлю в описании. В первой части мы окрасили лицо и кисти куклы белой краской, сделали длинный рыжий парик с короткой челкой и бант клоунессы на голову. Во второй части мы ее оживляли, нарисовали зловещее лицо и приклеили реснички. Сегодня третья часть, в которой будем создавать аутфит. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, и тогда вы первыми будете смотреть мои новые видео. И вот она наша куколка, сегодня я ее полностью закончу, надеюсь, что вам понравится, оставайтесь со мной. Для работы я нарисовала несколько основных выкроек, из которых сейчас будем шить наряд для нашей клоунессы. Первым делом сошьем колготки. Для этого мне понадобится кукла-дублер с таким же телом и обычные нейлоновые женские колготки молочного цвета. От верхней части отрезаю небольшой прямоугольник по размеру ножа куклы. Эта резиночка нам также прекрасно подойдет для наших маленьких колгот, но она слишком широкая, поэтому нужно ее немножечко укоротить. Для этого на швейной машинке я сейчас проложу эластичную линию пунктирный сикзак. Вот так выглядит эта строчка. Изнаночка. При натяжении ниточки не рвутся, это наша новая резиночка. По краю шва все аккуратненько срезаю. Края резиночки обработаю с помощью зажигалки. Чтобы сшить колготки, мне не нужна выкройка. Я просто прикладываю кусочек ткани к телу куклы и прошиваю по ее форме. Я прошила по ножкам. Теперь наша кукла такая русалочка. Продолжаем. Раздвигаем ножки и прошиваем каждую штанинку отдельно, оставляя посередине дырочку. Вот так. Постоянно следим за вот этим остатком ткани, чтобы его случайно не пришить. Теперь снимаю всю эту заготовку и все швы прошиваю на швейной машинке. Удаляю всю розовую наметку и выворачиваю с помощью трубочки для коктейля. Вставляю в штанину до конца и тупым концом деревянной шпажки проталкиваю наши колготочки вперед. И вот так быстро я вывернула первую штанину. Я уже примерила колготочки нашей рыжульки. Они на нее отлично сели. Шов идет сзади и по бокам ножек. Сразу сошьем панталончики. На моей выкройке это вот этот шаблон. Кстати, зацените мою новую ручку. Это Джорджик. И я еще купила вот такую розовую. Скорее всего, это Пеппа. Они мне так понравились, еще так классно пишут. В общем, будете их наблюдать в моих мастер-классах. Шить панталончики для нашей куклы я буду из вот такого тоненького сица. С помощью ручки обвожу шаблон сначала в обычном положении. А второй раз переворачиваю и обвожу в зеркальном отражении. Вырезаю по контуру. Теперь будем сшивать. Переворачиваю одну детальку и зашиваю вот этот центральный передний шов. Это у меня изнаночка. Подворачиваю низ с двух сторон. Готово. Низ обработан. Я взяла полоску ткани, подшила ее снизу. Вот так. И сейчас нужно отрезать две полосочки, которые будут по размеру длиннее, чем наша штанина. Я беру одну из них, это у меня изнаночная сторона, подворачиваю в серединку, вот так. И по краю прошиваю на швейной машинке на самой широкой строчке. Вот что у меня получилось. На моей машинке эта строчка 4 мм. Здесь остались две ниточки. И за одну из них я начинаю тянуть. Моя деталька потихонечку стягивается. Мне нужно стянуть ее до уровня штанины, чтобы она была такой же по размеру. Тяну с двух сторон, чтобы строчка стянулась равномерно. Теперь я беру молочное широкое кружево и отрезаю от него полосочку. Чуть больше, чем наша сборка, чтобы оно могло выглядывать. Также прошиваю и стягиваю. Соединяю кружево и ткань. И всю эту конструкцию пришиваю к краю панталончика, вот так. Вот какая у нас получается красота. Теперь вот эти швы нужно закрыть. Я буду использовать тоненькую атласную ленточку. Пришиваю с двух сторон. Вот так они сейчас смотрятся. Теперь нужно перевернуть штанишки и подвернуть вверх. Прошивать я буду на машинке широкой строчкой. Вверх обработан. Также я зашила заднюю часть. И сейчас наши панталончики выглядят вот так. Для нашей куколки по размеру они немножечко широковаты. Поэтому нужно вставить резиночку. Я буду использовать самую обычную. Вот такую. Отрезаю небольшой кусочек и сшиваю резинку в колечко. Оно должно беспрепятственно проходить через бедра. И вот так смотреться на талии нашей куколки. Теперь нужно пришить резиночку к панталончикам. Ее стык должен приходиться на задний шов. Для удобства я беру рулон от пищевой пленки. Просовываю его в штанишки. И сверху натягиваю резинку. Все хорошенечко расправляю по кругу. Вот мой стык. Вот мой задний шов. Теперь беру иголку с ниткой. И аккуратненько пришиваю резиночку. Я прошила сверху и снизу. Снимаю панталончики. И вот так они сейчас смотрятся. Последний раз выворачиваю наизнанку. Складываю. И закрываю шаговый шов. Вот так. Отрезаю все лишнее рядом со швом. Я специально оставляла больше кружева и тесьмы, чтобы все было аккуратненько. Они замечательно сели на нашу куколку. Вот так смотрятся. Мне все нравится. Надеюсь, что вам тоже. А сейчас наша постоянная рубрика «Знакомимся ближе», в которой мы будем узнавать больше друг о друге. В прошлый раз мы с вами устраивали баттл среди двух героинь. Каролина в стране кошмаров против Эмили Труп Невесты. Мне тоже нужно проголосовать. И свой голос я хочу отдать Каролине. Теперь я вижу, как проголосовали вы. И сегодня наши предпочтения совпали. За Каролину проголосовало 63% общих голосов. И раз уж она победила, давайте выберем для нее лучший образ. Жмите на подсказочку в правом верхнем углу и выбирайте свой вариант. А в следующий раз мы узнаем, какой из них победит. Сейчас я сразу сделаю помпоны для будущего платья. И для этого буду использовать легкий пластилин красного цвета. Формирую из него 5 маленьких шариков и оставляю до полного высыхания. Переходим к пошиву платья. И для него нам понадобятся все остальные выкройки. С помощью ручки переношу все детали на ткань. Я использую тот же ситец, из которого мы с вами шили панталончики. Сначала в зеркальном отражении обвожу нижнюю часть рукава. Потом из одной половинки полочки формирую общую переднюю деталь. Задняя часть, также в зеркальном отражении, обязательно добавляю отступ на застежку с двух сторон. Обвожу фонарик в зеркальном отражении и из двух половинок формирую горловину. Ткань очень тоненькая, поэтому я буду уплотнять ее при помощи флизелина. Укладываю флизелин клеевой стороной вверх и изнаночной стороной сверху кладу свои выкройки. Одну и рядышком вторую. Утюгом в режиме без пара приклеиваю флизелин к нашей ткани. Флизелин отлично продублировал ткань, теперь она стала заметно плотнее. Это у нас изнаночная сторона, а это лицевая. С помощью линейки и ручки с изнаночной стороны на основных деталях рисую полосочки. На рукавах горизонтальные, на остальных детальках вертикальные. Теперь по этим линиям с изнаночной стороны я сейчас прострочу на машинке мелким стежком и тем самым сделаю новую текстуру ткани. Вот что в результате у меня получилось. Теперь ткань будет в полосочку. Вырезаю все детальки. Вот все мои готовые детальки. Обратите внимание, что на передних и задних частях я не вырезала выточки. Теперь переворачиваю и зашиваю их. Выточки закрыты, в том числе и задние. А теперь нужно пришить задние части вот так, к плечикам. Расправляю крылышки, переворачиваю на лицевую сторону и сейчас сразу оформлю горловину. Беру вот эту маленькую детальку изнаночной стороной на лицевую, пришиваю по краю. Пришитую детальку переворачиваю на другую сторону и уже заново прошиваю по краю. Горловина готова. Вот так она аккуратненько теперь выглядит. Пришиваю рукавчики с двух сторон. Готово, рукавчики на месте. Теперь нужно их с двух сторон подвернуть. Теперь каждый рукавчик тяну за ниточку и стягиваю где-то вот на такое расстояние. Пришиваю к основному рукаву по центру. Вот так. И вот что получилось. Теперь я беру ножницы и срезаю все лишнее по бокам. Подготавливаю такие же заготовочки, как на панталончиках снизу и пришиваю их вот сюда. Вот такая получается красота. Теперь вспоминаем про остаток рукава. Подворачиваю его дважды, вот так, и приметываю с помощью иголки с ниткой вручную. Готово. Рукавчики подшиты с двух сторон. И теперь нам нужно сшить боковые стороны. Закрываю. Прошиваю снизу. Иду по рукаву, а здесь вот так. Я уже вывернула нашу заготовку на лицевую сторону. И чтобы продолжить дальше, мы должны сначала сшить юбку. Она у меня будет из нескольких слоев. Я взяла произвольную длину. Это у меня две полоски ткани. Одна ткань, та, из которой мы шили практически все для нашей куколки, а вторая немножечко другая по текстуре, но тоже натуральный ситец. ширина полосочек. Ширина полосочек 7 сантиметров, а длина в сложенном виде 29. Раскрываю и сшиваю между собой понизу всю эту длину. Вот моя строчка. Это у меня основная ткань, а снизу подкладочная. Выворачиваю на лицевую сторону и лицевая ткань у нас идет сверху подкладочной. Вот так. Загибаем, чтобы низ у нас был оформлен вот таким образом, с подгибом. Это будет юбка по типу юбка-баллон. Переворачиваю ткань на сторону подкладки, беру булавочки и понизу фиксирую, чтобы у меня все было ровненько. Я проложила строчку на расстоянии 5 сантиметров от края по всей длине. Снимаю все булавочки, тяну за ниточку и стягиваю ткань. Стягиваю юбочку в колечко по ширине нижней части кофточки. Чтобы наша юбочка смотрелась более интересно, я украшу ее прозрачной тканью, которая пришит вот такой интересный декор. Он мне чем-то напоминает помпончики и думаю, что к наряду клоунессы будет в самый раз. Это будет верхняя часть юбки. Ее мы также утянем и сделаем это на расстоянии 4 сантиметра, чтобы она была немножечко короче, чем предыдущая юбка. На верхний декор я беру пол длины 30 сантиметров. Этого будет вполне достаточно. Теперь также затягиваю по ширине кофточки. Готово! Сейчас будем собирать платье. На нижней части кофточки я сделала наметку, подвернула низ. Беру верхний декор, нижнюю юбку, все это соединяю, сверху прикладываю кофточку и прошиваю общим швом. После этого нужно будет вытащить наметку. Вот какое получается миленькое платьице. Изнанка. Мне все нравится. Сейчас вот сюда я пришью тесьму, которую мы использовали для декора панталончиков. Тесьма пришита, теперь можно зашить платье. Я собираю юбки в одно целое, все ее части, и зашиваю снизу до вот этого места. А сверху подворачиваю спинку вместе с ленточкой, вот так, и пришиваю с двух сторон липучку. И вот такой результат. Платьице отлично села на куколку. Все замечательно смотрится. Мне нравится. Надеюсь, что вам тоже. Сейчас будем делать воротничок на шею. Беру кружево, складываю его пополам и затягиваю по краю. Вот такая получилась стяжечка. Я сделала таких две штучки. Собираю вместе. Нужно сшить по краям и немножечко обметать в серединке, чтобы это все получилось одним целым. Я пришила к концам ленточки и вот такой получился воротничок. Сейчас надену его на нашу куколку. Вот такой получился пушистенький воротничок. Здесь сзади небольшой бантик. На ножки куклы я надену вот такие ботильоны на высоком каблуке. Это обувь чирлидеров Монстер Хай. Я их покрасила белой краской. Она уже полностью высохла. И сейчас я буду наносить основной рисунок. Для этого мне понадобятся красные и черные акриловые краски. И вот такой легенький апгрейд ботиночек у меня получился. Сзади я ничего не трогаю, пусть они будут беленькие. Оставляю до полного высыхания. Ботиночки высохли. И сейчас вот сюда на носочек я приклею наши два оставшихся помпончика. На ножках куколки они смотрятся очень забавно. В качестве аксессуара добавим образ нашей клоунессы воздушным шариком. Для этого мне понадобится обычный маленький воздушный шарик. Его длина 8 сантиметров. Для сравнения это обычный шарик. Я его совсем немножечко надуваю, закручиваю и сейчас завяжу с помощью ниток. Готово. Теперь все лишнее нужно срезать. К основанию шарика прикручиваю тоненькую проволоку. Это нужно делать очень аккуратно, чтобы не проткнуть шарик. Сейчас внизу я сделаю маленькую ручку и шарик готов. Сейчас я вручу его нашей клоунессе и покажу вам уже готовый образ. И вот такая у меня получилась кукла дочка Пеннивайза. Можете придумать для нее имя и написать его в комментариях. Признаюсь вам честно, это была очень сложная работа. Только три дня я шила для нее один наряд. Надеюсь, что вы оцените мои старания. Мне будет очень приятно. В следующий раз уже будет новый мастер-класс, поэтому не забудьте подписаться, чтобы не пропустить его. А на сегодня пришло время прощаться. С вами была Муза Рукоделия. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok